Время полчетвертого и начался Армагеддон на улице. Громы, молнии сверкают, ветер, ураган. Вот так, туризм. Громы, молнии сверкают. Тут такой Армагеддон. И я лежал в палатке и думал, что как хорошо, что я поставил палатку в таких низкорослых акациях. Что ничего на меня не упадет и ничего со мной не будет. Дождь хлестал так, что вообще я все вещи убрал в палатку. Оставил только полотенце, не заметил оно мокрое. И вот тут сейчас покажу. Все-таки сломало одно дерево. Но оно невысокое. Даже если бы там стояла палатка, то ничего со мной страшного не произошло. Ну и, как вы понимаете, в такую бурю спать не очень получилось. Она буквально недавно закончилась. Ну, может, я час еще поспал после того, как она закончилась. Палаточка справилась с ураганом и дождем на 5 баллов. Ничего не протекло, все сухо, отлично. Ну, сушить я уже, наверное, ее не буду, нет смысла. Поеду с мокрой. Может быть, в обед где-то растелю или вечером уже. А вот что под палаткой набежало. И дно все-таки промокло у меня. То есть, на футпринт набежала вода. Все, собрался. Время 8 утра. По-ихнему 7. Выезжаю. Кстати, еще не разобрался, не определился, по какому времени мне теперь жить. По местному или по украинскому. Телефон показывает местное время. Часы показывают украинское. И вот хочу показать вот этот мостик, по которому я сюда перешел. Это целое, тут какое-то гидротехническое сооружение, которое из вот этого канала подавало озеро, в озеро воду. Вот вон то озеро, на берегу которого, которое должно было быть, на берегу которого я должен был ночевать. Но воды нет, не там, не там. Может, она как-то регулируется? Ну, скорее всего. Тут даже вон линейка. Уровень воды меряет. Почему-то сухо. Да. Ураган ночью, конечно, был конкретный. Молния сверкала, наверное, каждую секунду в течение часа. Гремело так. Ветер. И я лежал и понимал, что, в общем-то, мне ничего не угрожает, что ветром меня не сдует, потому что мешают деревья. Дерево на меня не упадет, потому что нету таких деревьев. И молнии меня не ударят, потому что они в высшей точке. То есть, в принципе, мне ничего не угрожало. Но все равно стихия. Как-то так было немножечко не по себе. Последствия вчерашней стихии на дороге убрать, что ли? Да нет, она длинная, не буду ее трогать. Продолжаем дальше наше велопутешествие по Венгрии. Еду вот такой вот второстепенной дорогой. Время раненько. После дождя свежо, хорошо. Венгры еще просыпаются. Машин пока нету. Сейчас будет более-менее такой крупный населенный пункт. Название не помню. Такое труднопроизносимое. Потом прочитаю. И надо связаться с Родиной и доложить, что все нормально. Я же в полной автономке. Ни связи, ни интернета. Роуминг дорого не стал. Думаю, буду выходить на связь, где будет фри вай-фай. Так и договорились. Населенный пункт называется Бакталорантхаза. Обратите внимание, слева, справа стоят мусорные баки. Это хозяева повывозили их. Сейчас будет ехать мусорная машина и будет собирать мусор. Подъезжают мусорщики, собирают мусор. Причем мусор сортированный. Если будет не сортированный, они просто не возьмут его. Нашел вай-фай, написал все нормально. Зашел в супермаркет, купил кефира с булочкой. Слава богу, кефир. Тут так и называется, кефир. А то фиг там что разберешь. Кефира попил. Но это не кефир, а какая-то простокваша. Такая ложкой надо есть. Может тут кефир такой? Ну гляньте, какая красота. Велодорожка между населенными пунктами. Знак стоп. И выезжаем на дорогу. Следующее село. Церквушка. Ухоженные домики. Постриженные газончики. Никто картошку в огороде тут не выращивает. Но на обочинах здесь тоже грязновато. В основном банки из-под энергетиков, из-под пива валяются. Да, в достаточном количестве. Ну в Польше я тоже это наблюдал. Причем чем ближе к нам, тем больше мусора. Телефонная будка. Прикол. Интересно, работает она? Дверь открывается. Нет, не гудит. Такой пункт отдыха велосипедистов. Пока пью водичку, расскажу. Отвечу на два вопроса. Первое. Почему я один? И второе. Почему я поехал именно в Венгрию? Ну первое. Почему один? Конечно, лучше бы было путешествовать с женой. Но она, к сожалению, не может по работе. А я уже не могу ждать. Потому что вот сейчас пандемия эта чуть-чуть ослабла. И начали открываться страны. Но ситуация настолько нестабильная, что я боюсь, что в сентябре все может поменяться. Поэтому я решил, что надо съездить и в августе. И начал искать компанию. Жена не может. Предложил одному, второму, третьему. У каждого там свои причины. И в итоге я принял решение, что надо попробовать такой вид путешествий, как путешествие в одиночку. И второе. Почему в Венгрию? Рассматривались разные варианты. Там можно было поехать в Германию, можно было поехать в Испанию. Но жена мне сказала, в Германию я тоже хочу, поэтому не едь без меня. В Испанию я тоже хочу, поэтому не едь без меня. Едь туда, куда мы вместе, но вряд ли поедем. И я так прикинул, есть такая страна, которая граничит с Украиной, страна Венгрия, в которой я не был. И если мы вместе и поедем, то поедем наверняка в Венгрию, в Будапешт, на озеро Болотон. Кстати, это вот одна еще из причин, почему я не еду в Будапешт и на Болотон. Потому что я надеюсь, мы еще там побываем вместе. А сейчас я прокачусь по Венгрии. Это очень бюджетная будет у меня поездка, очень бюджетная. Про цены я еще попозже расскажу. Про питание, как это все я делаю. Планирую максимум это 8 дней. Ну а там как получится. Может быть закончу раньше, если мне уже станет совсем скучно. То есть есть у меня разные варианты развития событий. Может быть раньше, может быть позже, может куда-то заеду, куда-то не заеду. Вот в чем и прикол, в чем и прелесть одиночного путешествия, что ты сам себе хозяин. Не надо ни под кого подстраиваться. И сам принимаешь решение. И я подъезжаю к городу Ньиреть-Газа. Это уже довольно крупный населенный пункт, типа как у нас областной центр. И в нем чуть-чуть я, наверное, задержусь, посмотрим. И вот везде на въездах вот такие еще знаки. Я не пойму, это буквы. Что это такое? На каком это языке? Во многих населенных пунктах вот такие какие-то надписи. Переезд на зеленый велосипедный светофор. И едем по велодорожке. Я уже говорил, и не устану повторять. Как это, блин, приятно. Я плачу. Субтитры сделал DimaTorzok Представляете, к своему стыду, или я не знаю, я о таком городе даже, в общем-то, и не слышал, ни Редь Хаза. Какой он красивый, какой красивый центр. Вот в чем прелесть велотуризма. Это потрясающе. Город Ньи Редь Газа, Венгрия. Полностью, от начала до конца проехал по велодорожке. И да, пускай она не везде идеальная, пускай она иногда вместе с тротуаром совмещается, но она есть. Респект. Молодцы. Нам только поучиться. Заехал в посадочку. Сушу палатку. Ну блин, тут одна акация. Я уже в переднем колесе три колючки насчитал, уже торчат, но пока не спускают. У меня задние швальбы не должно пробиться, а передние там слайм закачан. Посмотрим. Обещал передавать свои ощущения от путешествия в одиночку. Ну что могу сказать, второй день. Пока едешь, все класс. Я остановился в городе, в большом, в красивом. Хочется вот поделиться. Хочется, чтобы кто-то был рядом, чтобы наслаждался с тобой этим моментом вместе. Вот этого мне чуть-чуть не хватало сегодня. Едем дальше. До запланированного места ночевки километров 30 еще. Сегодня будем ночевать по плану просто в лесу, не на водоеме. Едем в сторону города Дебрецен. Но Дебрецен будет завтра. И вот этот страшный знак. Нельзя, блин, по трассе. Поедем опять грунтами. И самое интересное, что вот этот знак велосипедом нельзя. Это не значит, что ты будешь ехать, пока тебя, если тебя полиция за задницу не возьмет. Сами водители не дают тебе ехать. Они сигналят. И могут сами тебя сдать полиции. Вот тут такие правила. Опять объезжаю трассу вот такими дорогами. Задолбался. Песок, блин. Ну хорошо, хоть дождик вчера прошел. Если бы, блин, дождя не было, то я хер бы вообще тут проехал. Зато зверья уже три косули и два зайца увидел. Не успеваю камеру включить, убегают. Неужели асфальт? Красота, наконец-то. Задолбался я по песку там. Грести. Город Хайдухатхаз. И это крайний населенный пункт на сегодня. Здесь будем набирать воду. И тут недалеко ночевать. Я надеюсь. Вот в какое место я заехал. Смотровая вышка. Но сегодня уже нет сил на нее подниматься. Завтра полезу. Короче, сейчас за столиком ужинаем. Не спеша. А потом чуть-чуть углубляемся в лес. И там ночуем. Что-то я сегодня устал. Девяносто. Это больше девяносто километров. Восемьдесят девять девятьсот шестьдесят два. Ну, программу на сегодня выполнил. Я сюда и планировал доехать. Так что пока идем по плану. Буду одновременно готовить и рассказывать, чем я питаюсь. В походе, если интересно. Ну, во-первых, я набрал круп. Вот такие крупы. Каши быстрого приготовления. Которые не надо варить, а просто заливаешь кипятком и все. Стоят очень недорого. Это не харчи, ничего. Просто обычные крупы. И к ним у меня крупы я набрал в расчете на количество дней, которые я буду в походе. Может, даже чуть-чуть с избытком. Ну, и из дому я еще взял чуть-чуть колбасы, чуть-чуть сала, чуть-чуть сыра, овощей. Ну, овощи уже закончились. Сегодня уже купил помидорчики. Плюс я еще взял сгущенку, печенье, кофе. Ну, понятно, само собой. Разумеется. Здесь у меня что? А, из посуды. Значит, у меня вот это вот типа сковородка. Я на ней жарю сало с луком, чтобы в кашку добавлять. И тарелочка, в которой я запариваю кашку. Ну, соль, хлеб, аджика, понятно все. Вот, в принципе, набор продуктов, которого мне достаточно, чтобы по минимуму тратиться здесь. Здесь я покупаю что? Воду, пиво. Ну, кстати, воду можно и не покупать, если вы не боитесь, можно ее просто набирать. Пиво, овощи. Все. Ну, я думаю, что я позволю себе там пару раз сходить куда-нибудь в кафешку, попробовать венгерской кухне. Ну, в принципе, и от этого можно отказаться, если там бюджет ограничен. И в итоге весь бюджет, то есть все питание, все пропитание можно вообще привезти с собой и ни в чем не нуждаться. Это я все рассказываю к тому, что хочу рассказать, что путешествия за границу, особенно в близкую за границу, особенно вот так на поезде, как я доехал до Мукачева, не на самолете. Это, ну, очень бюджетное путешествие и доступно абсолютно любому по карману. Надо просто решиться поехать в чужую страну. Вот я приехал один в чужую страну, абсолютно не зная языка. Ну, зашел в магазин, деньги дал, она сдачу дала или карточку всунула, она по карточке тебя рассчитала. Все. Что ты там спросила, помахал головой, не понимаю. Все. Такое чувство странное. Я еще не знаю толком, где я буду ночевать. Но мне абсолютно все равно. Вот сижу и наслаждаюсь. Сижу и наслаждаюсь именно этим моментом, который сейчас. Я вот сижу за столом, я поел, я сыт, пью чай. Такое бывает только в походе. Такое умиротворение от решения, от всех проблем, которые там, дома остались. и просто мысли только о дне пройденном и дне наступающем. Но место тут очень посещаемое, и все куда-то ходят туда дальше. Завтра я, наверное, сюда съезжу. Что там дальше еще есть? Но сегодня уже не буду. Мне уже хочется души в палатку. Наверное, буду допивать чай, собираться и удаляться в лес. Только никому не говорите. Может тут, не может, а сто процентов здесь нельзя ставить палатки. А я буду ставить. Все. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok